Все мы имели опыт стирки кроссовок в стиральной машине. Берем, закидываем под 60 градусов и все должно получиться четко. Но получаем мы вот такой результат. Смятые задники. Это легко исправить с помощью повторного нагрева. Для этого мы берем обычный домашний фен и нагреваем. У меня он крутой, поэтому я выставил температуру как на ваших 100-150 градусов. Хорошенько его разогреваем. Он уже начинает потихоньку деформироваться. И выгибаться. Хорошие слова. Далее для качественного выпрямления нам понадобятся распорки и еще какой-то материал, чтобы лучше им придать форму. Я использую микрофибру. Вставляем микрофибру внутрь. Вставляем распорку. Формуем его вручную. И оставляем на 15 минут. Задник у нас почти готов. Секрет папируса. Сейчас я расскажу вам, как вывести солевые разводы с помощью папируса и легким раствором уксуса. Если вы пришли с прогулки зимой и понимаете, что на ваши обуви выступит соль, вы должны первое протереть ее сухим полотенцем, оставить на сутки до высыхания. И с утра вы увидите легкий налет соли. Как его устранить? Берете сухую щетку, счищаете остатки. Легким раствором уксуса столового. Протираете это место. И обклеиваете туалетной бумагой. Обклеивать нужно сразу не локально, а всю носочную часть, если она в носочной части, чтобы соль не расползалась. Оставляем до полного высыхания. Потом снимаем наш пластырь. И готово. Если соль ушла, вы молодец. Если нет, повторяем процедуру. Проблемы с концом. Разберемся. Всех бесит, когда отваливаются иглеты. И мы сталкиваемся с проблемой в том, что просто невозможно зашнуровать свой кроссовок. Для того, чтобы это устранить, мы берем суперклей. Он нам послужит для того, чтобы уплотнить наконечник шнурка и термоусадка. Как декоративный элемент. Смазываем наконечник суперклеем. Ждем, пока высохнет. Надеваем термоусадку. Греем. Все шикарно продевается. И мы можем зашнуровывать свою пару. КОНЕЦ А что еще? Мало кто знает, для чего используется каучуковый ластик и ластик для нубука. Помимо того, что ластик для нубука используется для удаления засаленных мест, его хорошо использовать для чистки подошвы. Так как он имеет абразивную структуру, он отлично отшелушивает поверхность вашей подошвы. Каучуковый ластик используется для удаления клея. И также может подходить для чистки подошвы. Готово. Субтитры сделал DimaTorzok Суперклей можно использовать не только для хорошей шутки, но и для устранения царапин на гладкой черной коже. Для этого мы зашкуриваем поверхность мелкой шкуркой, наносим суперклей и располировываем его круговыми движениями. После этого с помощью крема или воска мы добавляем блеск и убираем белесость от суперклея. Реставрация готова. Любишь работать руками, нравится давать вещам вторую жизнь и ты не прочь на этом подзаработать? Записывайся к нам на курс. В разделе по химчистке ты узнаешь о видах загрязнений и способах их устранения. В разделе реставрации разберемся, как правильно подготавливать поверхность для покраски. Ты научишься устранять глубокие царапины и задиры. Также ты обучишься технике глоссажа и патинажа. И я лично расскажу тебе, как кастомизировать обувь.